Приветствую вас! Что теперь заключается в том, что вашу проблему можно разделить на две части. Первая часть это неуверенность в себе, комплексы, непринятие себя, такой какая вы есть, и вследствие этого наличие определенных противоречий. Комплексы убираются за счет систематической работы с психологом. Нужно определить, что заставляет их суть, и, проникнув в эту суть, постепенно их убрать. Комплексы это отсутствие правильного понятия о том, что с вами происходит. Это набор случайных понятий, совокупных понятий, которые, собственно говоря, и составляют определение комплекса. Комплексом также может быть невыраженное переживание в определенной ситуации, а также, а также, что самое главное, комплекс это такая, знаете, заданная извне программа, когда человек в определенный момент в своей жизни оказался в тяжелой для себя ситуации, и, пребывая в этой ситуации, человек эмоционально окрашивает ее. И в следующий раз, когда какой-то элемент этой ситуации, той, которая проводила достаточно серьезные переживания, встречается человеку, у него автоматически начинается та же реакция, что и была в момент переживания той самой ситуации. И тогда получается, что основной момент – это наличие воображения сознания человека причинно-следственной связи между чем и чем. Причинно-следственной связи между определенными условиями каких-то ситуациями, определенными ее элементами и, собственно говоря, тем переживанием, которое человек испытывает. И задача, наша задача заключается в том, чтобы вот эту причинно-следственную связь в ваших глазах разбить, чтобы ее не было, чтобы она не мешала вам жить, чтобы она позволяла вам быть свободной и так далее. Это первый и, наверное, ключевой момент вашей проблемы. Второй момент вашей проблемы заключается в том, что у вас есть страх. Вы боитесь публичных выступлений, вы, ну, про неуверенность в себе, в принципе, мы уже сказали. Смотрите, у вас есть страх. И давайте мы с вами подумаем о том, какова природа вашего страха. Вот вы пишите. У вас есть страх выступления перед публикой. Вы начинаете красить, да, когда, соответственно, вас вызывают в доске. Это может быть связано с тем, чего вы боитесь. Боюсь, вы можете, конечно, с самого разного, начиная от того, что подумают о вас люди и заканчивая там тем, что о вас будут плохо думать, ну и так далее. И если это так, то есть про неуверенность в себе мы, в принципе, сказали. Неуверенность в себе убирается путем определения ваших слабых сторон, понимание этих слабых сторон, и, соответственно, либо купирование их, либо принятие. Купирование, то есть устранение этих негативных последствий ваших слабых сторон, происходит за счет восстановки соответствующих задач. То есть вам нужно поставить себе соответствующие цели и задачи, которые бы помогли вам с помощью достижения их перестать воспринимать свои слабые стороны, как таковые. Второй момент связан с тем, что вы боитесь и думаете, что люди будут о вас думать как-то не так, наверное, да, будут думать, какая вы плохая, странная и так далее. По большому счету, это проявление эгосентрического населения на свой счет. Ну, то есть вы принимаете то, что с вами происходит на свой счет, опять-таки до того, что вы не уверены в себе. И я думаю, что для избавления от этого, для избавления от этой неуверенности в себе, нужно сделать следующее. Во-первых, понять, кроме всего того, что мы с вами уже сказали, нужно понять для себя такую важную деталь, что людям не так важно, как вы выглядите, особенно если вас связывает какая-то деятельность. Людей, по большому счету, волнует только то, что вы делаете, только то, чем вы занимаетесь, вот это людей волнует. А остальное, их не так уж и беспокоит. Если быть честным до конца, то их вообще не беспокоит то, о чем вы говорите. То, чего вы можете бояться. Потому что у каждого свои проблемы, у каждого свои проблемы, свои беды, свои цели, свои задачи. И человек просто не может, физически не может думать о том, что касается другого человека. Это слишком тяжело для него. Но вы, вы, так, думаете, почему? Вот откуда у вас вот эти мысли? Потому что вы неуверенности в себе. Это первое. Дальше. Теперь по поводу страха. По поводу страха хочется сказать, что к нему есть несколько подходов, подходов, ну, к решению проблемы страха. И, наверное, начать на стол, чтобы определить, чего же вы, то есть, как бы даже ничего вы боитесь. А определить, какой подход вам лучше всего, как бы, уместно использовать. Судя по тому, что написали вы, я думаю, что подход лучше всего, был бы вам такой. Определите для начала то, в каких условиях вам удобнее всего себя чувствовать. То есть, какие условия, по сути, нужны для того, чтобы вам было комфортно. Ну, вот вы говорите, вы боитесь, да, того, что, там, вас будут спрашивать, что вы начинаете краснеть, когда родственники вас отжимают и так далее. Понятно. А когда вы не краснеете? Вопрос. Когда вы не краснеете? Наверное, тогда, когда находитесь в ситуации, которая, по вашему мнению, является для вас безопасной. Вот, от этой ситуации, которая является для вас безопасной, и нужно исходить. То есть, что значит исходить? Это значит, что вам нужно за точку отсчета взять именно эту ситуацию. За точку отсчета. А дальше постепенно наращивать, значит, нагрузку на вас в этой ситуации до тех пор, пока вам не станет недост, чтобы вот вы начинете краснеть. Да, это уже, как бы, по большому счету, конечная ситуация. То есть, это ситуация, когда страх у тебя наступил. В этом состоянии вы лишаетесь расходности, как-то контролировать себя или свои эмоции. Вы лишаетесь возможности действовать. Но если вы представите все так, что это будет не конкретный страх, а это будет именно все-таки нечто приближенное к нему, то есть, тревога, например, да, ожидание вот этого вот страха, то верхняя граница вашей чувствительности к негативным обстоятельствам будет постоянно увеличивать. И таким образом можно говорить о том, что если вы, во-первых, сможете выработать то, что вам нужно отвечать, то, что вам нужно говорить, если вы будете тренировать себя и будете увеличивать свою стойкость, то страх уйдет. Для этого нужна, конечно, работа, для этого нужны тренировки, и если вы думаете или если вы считаете, что, ну, что все пройдет само по себе, то, к сожалению, здесь я буду вас разочаровать, а само по себе это не пройдет. То есть тут несколько работают. Дальше, если вы опасаетесь чего-то конкретного, то нужно постоянно задавать себе вопрос. Вопрос, связанный с тем, наступило ли в конечном итоге то, чего вы боитесь. Произошло ли это с вами, вот то, чего вы боитесь. И если это не произошло, то значит, чего тогда бояться. Если вы будете постоянно задавать себе этот вопрос, как бы постоянно выращивать себя в рациональный мир, то проблема страха будет беспокоить вас гораздо, гораздо меньше. Но если вы не будете себя так спрашивать, то вам будет, конечно же, тяжело с ним бороться, потому что страх будет давать о себе знать вновь и вновь и вновь и вновь и вновь. И чтобы от него избавиться, потребуется, к сожалению, больше времени. То есть вот такие два подхода, условно говоря, для решения важных проблем. Проблема у вас комплексная, происходит она из наборов негативных установок, негативных глубинных установок, я бы даже сказал. И, соответственно, лучшим вариантом для вас это будет записаться на прием, хотя бы онлайн, психологу и проработать с ним все те вопросы, которые вас беспокоят. Потому что вот так вот в рамках одного ответа на вопрос помочь вам вообще не представляется возможным, хотя бы потому что ответ – это лишь только рекомендация, а нужно последовательное изменение вашей позиции по этим вопросам. Чтобы вы больше, например, принимали себя такой, какая вы есть. Чтобы вы меньше обращали внимание на других, больше концентрировались на себе и на том, что вы делаете. Чтобы вы отдавали себе отчет в том, что вы делаете, для чего вы делаете, чего вы хотите, ну и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? То есть ситуация заключается в том, что это, то, о чем я говорю, это работа. И любая работа, как я надеюсь, вы понимаете, требует времени. Но, если вы возьмете за аксиому или за правило задавать себе вопросы, которые я вам сейчас сказал, и если вы будете действовать так, как я вам сказал, то вы сможете, ну, по крайней мере, уменьшить свой страх до того необходимого минимума, который нужен для комфортного, ну, для комфортного осуществления деятельности, скажем так. Потому что сейчас вам, у вас не получается адекватно ею заниматься, с этой деятельностью, вы тратите, вот эти слова и так далее. Вот то, что я вам порекомендовал, поможет уже сейчас эти проблемы решить. По крайней мере, часть из них. А для дальнейшего, как я уже сказал, для дальнейших вопросов, для дальнейшего прогресса, требуется все-таки непосредственное взаимодействие с вами на регулярной основе. Я не очень люблю говорить эти вещи, я не очень люблю принуждать клиента к тому, чтобы он записывался на платную консультацию, но в вашем случае это необходимо. Поэтому ничего, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Пусть благодарен, если сделаете его лучше. Наняю вам всего доброго и удачи!